Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тиканин сделал два броска по нашим воротам. Ворота сборной России защищает Михаил Шталенков. Ворота россиян справа. Мы играем в белых свитерах. В воротах команды Финляндии Ярма Мюлли. Это тренер финской команды Хану Аравирта. А это Владимир Юрзинов. Наша команда начинала вот в таком составе. Стартовая пятерка. Капитан сборной России Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Жемнов. И два защитника Алексей Гусаров и Дмитрий Миронов. Да, проигравший будет играть в матче только за бронзовые награды. Ну а победитель будет встречаться с командой Чехии. Вот так сложилась судьба, что команда Чехии выступала вместе со сборными России и Финляндии. У Чехов только одно поражение от россиян. И также со счетом 1-2. Как и Фины выиграли у шведов. Но это была игра в группе. Бросок сейчас был поворотом Ярма Мюлли. Потерял на секунду этот голкипер шайбу из вида. И я смотрю, что Андрей Коваленко потерял шлем. Агрессивное, интересное начало. Нам показывают лед. Перед началом этого турнира Евгонцы говорили о том, что состав льда будет особым. И, в общем-то, даже практически чуть ли не заливка не потребуется. Но на самом деле это не так. Это был Яшин на ваших экранах. Вот видите, хорошее подключение нашего игрока Андрея Коваленко. 51-го номера. И чуть-чуть не повезло. Вот он на ваших экранах. Андрей Коваленко из клуба Edmonton Oilers. Олимпийский чемпион 92-го года. Ну, я напомню, что на прошлых Олимпийских играх в Лилихамере наша команда дважды встречалась со сборной Финляндии. И дважды команда Соми обыгрывала нас с сухим счетом. В том числе и в матче за бронзовые награды. Да, вот еще одна хорошая атака российской команды. Сергей Федоров. Ну, стоит сказать об этом игроке особо. Дело в том, что вчера в 18.30 он подписал контракт на 6 лет, но не со своим бывшим клубом Detroit Red Wing, командой, который выиграл в клубах Стэнли, а с командой Каролина. «Харрикейнс». Он подписал контракт на 6 сезонов, и контракт этот равен 38 миллионам долларов. Такие астрономические суммы теперь получают наши ребята, россияне. Каролина – это бывшая команда «Харфорд Уэллерс». Когда-то в ней играл Николишин, московский «Динамовец». Теперь россиян в ней нет. Но еще клубы должны между собой договориться. Дело в том, что Федоров не был до конца свободным агентом. Он как бы, так сказать, наполовину, условно говоря, им был. И дело в том, что вот Каролина теперь будет выплачивать компенсацию Detroit'у, а компенсация достаточно большая. Давайте посмотрим сейчас за атакой наших соперников. россияне смогут разбежаться. Валерий Буре по броскам самый результативный в нашей команде. Он и его брат. Но Валерий пока забросил только одну шайбу. Зато, возможно, лучшему вратарю, пожалуй, одному из лучших вратарей на этом турнире – Доминику Гашику. Только команда России забросила Гашику две шайбы. Больше никто его ворота дважды поразить не смог. Даже американцы в сегодняшнем матче забросили только одну шайбу в самом конце основного времени. И дополнительно не смогли забросить Гашику. И пенальти не смогли. Булиты хоккейные ни одного реализовать. Команда Финляндии, как я уже говорил, выступала в нашей группе. Мы выиграли у этой сборной со счетом 4-3. Был непростой матч, прямо скажем. Проигрывали 0-2, проигрывали 1-3. Плюс еще Алексей Яшин не забил пенальти. Говорю, пенальти булит, наказание. Я разговаривал с Алексеем, он сказал, что уже забыл об этом моменте. Нужно думать о будущих встречах. Валерий Каменский. Очень сильный бросок у этого игрока. И игрок с таким хорошим спортивным бойцовским характером. Владитель Кубка Стэнли в составе клуба Colorado Avalanche. Валерий Каменский начинал свои первые шаги делать хоккей в Химике, где была прекрасная команда. Ну, в общем-то, она и сейчас есть, но, наверное, никто не будет спорить, что в те времена она все-таки была по объективным и субъективным причинам интересней. Наши выигрывают сбрасывания. И вынуждены вернуться в свою зону. Хорошо, что падение не произошло в нашей зоне. Каменский как раз поскользнулся. Стартовая пятерка сейчас у нашей команды на площадке. Жимнов. Каменский. И рядом Буре. Три наших нападающих сейчас в углу площадки. И видите, Буре помешал Каменскому. А может быть, Каменский и Буре. Стартовая хорошая, грамотная команда. Команда, которая умеет играть дисциплинированно. Играть в тот коккей, который нужен в данный момент сборной. Может быть, у нас есть преимущество в виде того, что Владимир Мерзинов и сам играл в свое время, правда, достаточно давно. И тренировал один из лучших клубов Финляндии. Так что он, наверное, финский хоккей знает лучше, чем Хану Араверта Наш. Ну, возможно. Это мое предположение. Федоров. Боль борта направляется шайба. Ну, атака-то в зоне вроде бы неплохая, но нет бросков. Старевский спорайдик подобрал шайбу, когда уже был хвисток. Примерно 10 тысяч болельщиков, наверное, чуть поменьше. Есть свободные места в двух секторах, где должны находиться финские поклонники хоккея. Так что будем считать 9,5 тысяч болельщиков присутствуют на этом матче. И я вот могу с радостью сказать, что поклонников российской сборной гораздо больше, чем финских фанатов. Вы слышите, наверное, шайбу-шайбу. Пока без удаления играют сборные. Напомню, что это полуфинальная встреча на российском канале. Россия-Финляндия 0-0. Ничейного счета в этой игре быть не может. Если ничья, то в дополнительное время. А если и в это время не будет заброшена шайба, то тогда булиты. Спины неплохо могут разрушать. Но могут и создавать. Особенно Теляне Куеву-Лехтинин. Ну, меня не и нема. Эта пятерка сейчас на льду. И вы видели, это сами Каппанин бросал по нашим воротам. Ох, ну вот, я могу сказать, что сейчас российской сборной повезло. Сами Каппанин, который сначала сделал мощный щелчок, он находился на противоположной штанге от того места, где была шайба. И мог, мог бросать в незащищенный угол. Давайте посмотрим этот момент. Попробуем в нем разобраться вместе. Хорошо приложился. Вот, если будет второй пастор, да. Смотрите, видите, шайба попадает ему в конек, но закрутился. И надо сказать, что здесь наш защитник, это Дмитрий Юшкевич, сыграл неплохо. Не видел, где шайба, но чувствовал, где партнер. Где соперник. Вот так, вернее. Шайба покинула пределы площадки, но в данном случае главный судья сегодняшнего матча, Кэрри Фразер. Он канадец, и вот такая любопытная деталь. Встречу Канада-Чехия обслуживал тоже арбитр из Канады, который судит матчи национальной хоккейной лиги. Кэрри Фразеру 45 лет, он из провинции Онтарио. Будем надеяться на его объективность. Что-то случилось. Разбили губу. На пятачке сейчас находился Сергей Немчинов. Шайба до него не дошла, нужно возвращаться. Шталенков клюшкой отбивает. Не будет свистка, потому что Ярмин Милюц, поймав шайбу тут же, выпустил ее из ловушки. Седьмая минута первого периода полуфинального матча. Россия-Финляндия 0-0. Фина Штаровожничают. Пропускать первыми, конечно же, нельзя. Вы бы видели, как они осторожно играли с чехами, со шведами. С чехами тоже осторожничали в первом матче, но проиграли 0-3. Ни разу и не распечатал Доминика Гашекам. Смотрите, какой практически свободный проход к нашим воротам. Кима Ринтонина, 25-го номера, из клуба ТПС Турку. Сегодня команда Чехии очень грамотно сыграла с канадцами, встречая соперника уже в средней зоне. Сразу же наши ребята иногда откатываются слишком близко к своим воротам. И, как правило, защитники, выполняя свои оборонительные функции, наиболее активно находятся на сеней линии. Наверное, правильно поступил Ярма Мюллетт. Бессменный воротарь вот здесь, на этом олимпийском турнире, сборной Финляндии. Практически бессменный, да. Все правильно, шайба отскакивала на куточок. 8 шайб пропустил этот воротарь, а отразил 70 бросков. Перед этим матчем было 66. Алексей Женок. Рядом с ним находится Павел Буре, капитан нашей команды. А сейчас у нас на льду Сергея Федоров с партнерами Яшенко, Валенко и Федоров. Сейчас можно бросать шайбу в зону, потому что там нет россиян. Яшин провел борьбу. Неплохо Фина держит шайбу. Саленков. И Каспарайтис. От защитников сегодня будет зависеть очень много. И не только от умения применять силовые приемы, но и отстать пас. Хороший пас. Помочь дальними бросками. Борис Миронов. 8 минут 16 секунд. Татарев Каспарайтис на ваших экранах. Олимпийский чемпион. 92-го года составил сборное их Содружество. Ну, то, что он боец, и именно в буре для него покой, это, конечно, однозначно. Об этом уже и говорить не стоит. Выступал за Нью-Йорк-Айлендер. В свое время. Сейчас в Питтбурге. В Паймвы, где и Яромир Ягар. Так что, послезавтра, 22-го числа, если наша команда выиграет, может встретиться со своим товарищем по клубу Национальной Хоккейной Лиги. Ну, пока нашим ребятам не хватает комбинационного хоккея. Пока не хватает быстрых комбинаций бросков защитников. травма. Ну, вот это бы не хотелось, конечно же. Миронов. Нет, это Алексей Морозов. Да. Давайте посмотрим. Было видно, что финский хоккеист проиграл уже шайбу. И вот, видите, зацепил нашего игрока. Ну, что же, обидно будет, если Алексей Морозов, а именно этот хоккеист во втором раунде в матче Россия-Финляндия забросил четвертую победную шайбу в ворота Ярма Мюллеса. Тогда наши ребята выиграли 4-3. Я уже говорил, был труднейший матч, труднейшая игра была. Первое удаление в сегодняшнем матче. 44-й номер сборной Финляндии удален на 2 минуты. Это Яни Ни и Нима. Основной защитник команды, игрок первой пятерки. И сейчас россияне будут иметь численное преимущество 2 минуты. Поменял на точки вбрасывания Павел Буре, капитан своего партнера по звену. Алексей Жемнова. Наши выиграли вбрасывание очень хорошо. Каменский. Отшел сам на битачок и... Нет, Жемнову шайбу добить не удалось. Сейчас защитники должны хорошо сыграть, спокойно. Буре в угол площадки. Прошла шайба под финским игроком, который плюхнулся на лед, но и до нашего не дошла. Каменский слишком аккуратно сейчас сделал передачу на Буре. Жемнов. Где шайба? Гол! Гол! Ну что ж, прекрасно. Павел Буре, лучший бомбардир нашей команды, открывает счет в этом матче, забрасывает первую шайбу. Вы слышали, наверное, радостные крики. Здесь практически вся, ну не вся, малая часть редакции «Арена» находится рядом со мной. Наш баскетбольный комментатор Николай Попов переживает, болеет за россиян. Все, конечно же, все, кто свободно сейчас отработает и кто работает, смотрят телевизор, кто-то пришел сюда для того, чтобы поддержать нашу команду. Я говорю о представителях российского телевидения. Давайте посмотрим. Буре, один бросок, второй бросок, сам Павел, сам пошел на добивание и забросил шайбу. 1-0. 9 минут и 51 секунду команда сыграли в первом периоде полуфинального матча Олимпийского хоккейного турнира и капитан сборной России Павел Буре открыл счет в игре. Прекрасно, очень хорошее начало. Наши использовали численные преимущества, ну вот я теперь думаю, что финны задумываются, нужно ли лишний раз нарушать правила или все-таки не стоит. Теперь финны должны активизироваться, теперь они должны пойти вперед и теперь они уже будут играть невыбранительный хоккей. Им теперь нужно забрасывать ну что ж, пятая шайба Павла Буре на Олимпийском турнире. Да, и удаление в нашей команде Миронов за две минуты будет находиться вне игры за подножку. А это Валерий Буре, я уже говорил, он играет в команде Ванкувер Кеннесс, один из самых популярных хоккеистов в этом клубе. По броскам был у нас самый результативный, это его 26-й бросок и по заброшенным шайбам. Чемпион мира 90-го года в составе сборной Советского Союза. На этом хоккейном Олимпийском турнире присутствует его мама. Я думаю, что она находится на этом матче и, наверное, переживает сейчас за своих сыновей. Какой опасный получился бросок из-под защитника это Тиему Селяни атаковал. Вот с этим парнем нужно держать ухо в остро. Тиему Селяни из клуба Анахаммайте Даг две шайбы забросил шведам. По существу сделал победу в своей команде. Вот видите, из подзащитников вылетала шайба и очень мощный, хороший кистевой бросок у этого игрока. Три шайбы забросил на Олимпийском турнире Тиему Селяни так, сборная России сейчас в меньшинстве Борис Миронов у нас удален еще раз Шталенко поручает свою команду вот защитники могли бы понадежнее сыграть вообще на этом турнире вы, наверное, обратили внимание очень много игроки играют руками часто останавливают шайбу и порой она даже больше секунды находится то есть еще посмотрят пробросит себе на ход почти минуту наша команда защитилась в меньшинстве 1-0 россияне выигрывают очень важная встреча нет не удалось выбросить шайбу первая пятерка на площадке у сборной Финляндии Шталенков хорошо хорошо занял позицию увидел что будет перепас и защитники выбросили шайбу из зоны тут же идет смена Павел Буре и Живнов на площадке у нас и пара защитников Гусаров и Дмитрий Миронов брат удаленного все наша команда играет в составе Борис Миронов тут же сделал рывок на скамейку запасных можно играть нет офсайда безусловно важно закрепить успех но очень важно и не пропустить шайбу Живнов пытался продраться получилось Павлу Буре предназначалась передача хорошо наши перехватили шайбу задержался Павел Буре вот если бы она дошла до него Буре Каминский и Яшин сейчас у нас на площадке потому что не совсем удачно была произведена смена не успели на площадь Нарушить правила и удаление. Уже второе удаление в команде Финляндии. Наши первое разыграли. Прекрасная сейчас была передача на Алексея Яшина. Если бы чуть-чуть еще с перспективы, чуть на ход. А так пришлось Алексею притормозить. Посмотрим. И все-таки хороший пас, да. Хороший пас. И опять Яни, Ни, 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 Ма удален. У него было всего 4 минуты штрафа на турнире. А вот сейчас уже только в первом периоде полуфинального матча 4. Три голевых передачи на счету этого игрока. Я имею ввиду не Павла Буре. У Павла Буре сегодня пятая заброшенная шайба. Миронов и Кравчук. Вот сейчас такое сочетание защитников у нас на льду. Да, вот видите, Борис Миронов. И в нападении у нас Федоров. Федоров, Яшин и Игорь Кравчук. Сборная пятерка сейчас получилась. Кравчук бросал далеко из ворот. Выкатился Ярма Мюллетт. Помогло это ему. Миронов. Хороший бросок, но и хорошая игра вратаря. Будем объективны. Хорошо играет Ярма Мюллетт. Хорошо занимает позицию. Грамотно выходит из ворот. Борис Миронов, он сейчас атаковал. 37 шайб на его счету. На этом турнире смотрится восьмой номер. Хорошая передача. Нужно убегать Павлу Буре. Реализовать момент. Бросок. Бол. Вот это здорово. Вот это русская ракета. Молодец Павел Буре. Прекрасный выход. И давайте похвалим хоккеиста, который делал передачу. Вот наши болельщики. Десятый номер Павел Буре. Это уже японцы. Они отдали свои симпатии десятому номеру нашей команды. Капитану сборной России. Смотрим повтор. Вот видите. Один игрок силовый прием применяет, а второй отдает шайбу. В данном случае ассистировал Павру Буре Дмитрий Миронов, наш защитник. Вот то, что мы говорили. Может быть я буду чуть-чуть банален, но вот это и есть наша школа хоккея, когда от защитника ждут первые передачи нападающие, которые уже как пружины, им только нужно распрямиться, только выстрелить нужно. Дмитрий Миронов и Павел Буре разыграли эту прекрасную голевую комбинацию. И счет становится 2-0 в пользу сборной России. Ну что ж, победитель этой пары выходит финал. Финал 18-х зимних Олимпийских игр, где уже находится команда Чехии, которая сегодня по булитам, лишь только по булитам, переиграла сборную Канады. Канадцы просто в трансе. Три европейские команды играют в полуфинале, и одна европейская уже находится в главном финале. Передача. Но только сейчас не расслабляться, ни в коем случае. Андрей Коваленко. У него шлем он сегодня. Павел Буре. С 91-го года он выступает в национальной хоккейной леди за фанковер Кенок. 26 лет ему. Он москвич, воспитанник центрального спортивного клуба армии. Вот смотрите, как все здорово сделала. Сегодня канадцы так ни одного булита и не смогли реализовать. Так и не смогли распечатать Доминика Гашика. Чехи забросили одну шайбу как раз вот с этого хоккейного пенальти. Павел Буре. Лучший бомбардир среди российских хоккеистов, поступающих в НХЛ. 34 заброшенные шайбы. И входит в пятерку лучших. По системе гол плюс пас в НХЛ. Это хорошее достижение. Но это Тиему Селяни. Режиссер, видимо, показывает нам своеобразную дуэль. Павла Буре и Тиему Селяни. Восьмого номера и десятого номера. Пинской, соответственно, и российской команды. Сану Аравирто. Что-то объяснял сейчас своим подопечным. 0-2. Кины проигрывают. Наши ребята все время стараются играть пас. Особенно здорово это было видно, когда вторая шайба забрасила его. В такой дистанции, конечно же, трудно было рассчитывать на успех. А с другой стороны, Тиему нужно атаковать. Ведь только атакуя, можно забросить ответную шайбу. Удаление? В российской команде? Не кстати. Герман Китов. За это нарушение. Ну, так посчитал арбитр Карри Фрезер. Опытный судья с 1981 года. Он отслуживает матчей национальной хоккейной лиги. И уже провел более 800 игр в НХЛ. В среднем в последний сезон примерно 40 матчей. Пошла последняя минута. Крайне важно не пропустить шайбу вот на этих последних минутах любого первого, второго. Тем более уж третьего периода. Потому что команда, которая забрасывает, она сразу же получает психологическое преимущество. Это уже такая статистика. И писанные и не писанные правила. Здесь нужно играть особенно внимательно. Пока нашему дому удается. Он вот вышел самый опытный в составе финской команды. Это Яри Кури. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Победитель Теляни. И... Ну, договорились, что не будем хвалить Михаила Шталенкова. Значит, не будем. Да. Сыграл все-таки он хорошо. Не выдержит. Три секунды остается. Не нужно прижимать шайбу к борту. Ну что ж, звучит сирена. Наша команда выигрывает после первого периода полуфинального матча у сборной Финляндии. Главная редакция спортивных программ арены российского телевидения продолжает рассказ о втором полуфинальном матче хоккейного олимпийского турнира. Во дворце спорта Биг Хэт, во дворце спорта Большая Шляпа. Сборная нашей страны, сборная России выигрывает 2-0. Два точных броска капитана нашей команды Павла Буре принесли россиянам успех. Сначала наши ребята разыграли лишнего игрока. Был удален Яни Ни Нима, а вот второй гол Павел забил. За счет очень четких действий Дмитрия Миронова, который отдал ему передачу на ход, Павел находился на красной линии. И за счет индивидуального мастерства, за счет выхода 1 на 1, Ярма Мюллесом, голкипером команды Соми. Наша ворота защищает Михаил Штеленков. Второй период, очень важный второй период. Конечно же, Филы сейчас попытаются забросить шайбу. Это безусловно, тем более, что они еще 34 секунды будут играть. В большинстве в нашей команде удален Герман Титов. За задержку соперника Клюшкой. Бросок. Хорошо, сейчас играет Клюшкой и щитками. Михаил Штеленков. Немного остается кином на розыгрыш лишнего игрока, но они в нашей зоне. И контролирует шайбу. Защитник. Шайба уходит и выход 1 на 1. Гол. Гол. Третья шайба Павла Буре в сегодняшнем матче. Хет-трик. И седьмой гол Павла Буре на Олимпийском хоккейном турнире. Ну что ж. В неспростанном показании показали Хану Аравирта. Такая некоторая обреченность была в его глазах. Вот так наша команда забросила шайбу. Практически находясь в меньшинстве, потому что уже вышел на площадке удаленный игрок Герман Титов. Он пытался помочь Павлу Буре, но Павел, видимо, чувствовал в себе силы. Между щитков у Ярма Мюллеса прошмыгнула шайба в ворота. 3-0. 3-0. Наши ребята выигрывают, а сыграно только 59 секунд во втором периоде. Вот они два брата. Павел старший и Валерий помладше. Выступают на национальную хоккейную лигу москвичи, подпитанники центрального спортивного клуба армии. Самый активный в составе нашей команды Павел Буре. Три братка по воротам. В первом периоде две заброшенные шайбы. И вот сейчас первый браток и сразу же гол. По существу два булита реализовал Павел. И радость его понятна. Так и должно быть. Такийс должен радоваться шайбе, потому что гол это наивысшая вообще точка. К чему нужно стремиться, к чему стремятся все. Передача была на пятачок. Так, Каспарайтиз. Миронов. Миронов, Каспарайтиз, Яшенко, Валенко и Федоров. Сейчас у нас на площадке Каспарайтиз опять. Не точную передачу Каспарю сделал. Нельзя входить в зону. Сергей Федоров попытался затянуть атаку, но потом видел, что продолжения не будет. И он заменился. Кинский, какие-то в зоне. Я смотрю, что на площадке появился Ярик Курик. Каминский оставил шайбу партнеру. Не ушел от силового приезда. Герман Титов. 14 номер нашей команды. Ну что ж, может быть я повторюсь, но скажу еще раз. Это Андрей Коваленко. Что травма у него или нет. Что команда Чехии уже ждет своего соперника в финале. Команда Чехии сегодня по булитам обыграла команду Канады. Для канадцев это очень тяжелые поражения. Канадцы в 96-м году у себя на родине проиграли в финале из трех матчей. Два поражения у них в сборной США Кубок Мира. Сейчас они уже не выиграют, никак не выиграют Олимпийские игры. Максимум чего может сделать команда Эрика Линдреса, Патрика Руа, Кейта Примон, Уэйна Грэнски, безусловно. Это выиграть бронзу. На Грэцкий полуфрысок было жалко смотреть после того, как канадцы проиграли. Ерма Мюллес на ваших экранах. Три раза он проигрывал Павлу Буре. Али Суландер и Юка Сами, это два вратаря команды Финляндии, но Ерма Мюллес это основной галкипер. Он выступает в Швеции. Такие рабочие моменты, скажем так. Это Тиканин был на ваших экранах, а это Кусаров. И Михаил Шталенков. Горая младшая вместе с партнерами на площадке. Игорь Кравчук и он в борьбу. Ну кто здесь первый? Защитник первый. Сергей Немчинов. Шел, бежал к шайбе. Вот он, шайба Немчинов. Да. Три минуты, 17 секунд. Чуть не прозевали наши ребята. Вот здесь защитникам нужно повнимательнее. Матч-то еще не закончился. Это Кеме Ринтоне мог выйти один на один. Не вышел и шайба в воротах сборной России. Пинские болельщики, жены, подруги, знакомые, близкие пинских хоккеистов. Радуются Рейме Хелнамин. Расслабились. Я думаю, что наши ребята просто расслабились. Не ожидали такого хорошего начала матча. 3-0. Да, понятно. Шайба летела мимо ворот. И от нашего игрока угодила в сетку. Вот, видите, над плечом Сергей Немчинов не кстати здесь оказался. Ну, я понимаю, что, конечно же, это нисколько не его вина. Просто так ситуация сложилась на площадке. А, в общем-то, атака не грозная. Никакой беды нам особой не предвещала. Таких атак за матч бывает, наверное, с десяток. 3-1. Наша команда выигрывает, но у Фина в совсем другое настроение. 4 минуты сыграно во втором периоде полуфинального матча спорная России команда Финляндии. На три точных броска нашего капитана Валерия Буре афины смогли ответить одним. Нилманин забросил ответную шайбу в ситуации, когда никакой угрозы практически нашим воротам не было. Шайба с бабочкой порхала недалеко от сетки ворот, которая защищает Михаил Штеленков. И все-таки угодила в них. Ну ничего, может быть, это даже в какой-то степени и к лучшему. Повнимательнее, пособреннее будем действовать. Проброс, вбрасывание будет в зоне сборной России. Нога на 98. Да, совсем немного дней осталось до окончания 18-х зимних олимпийских игр. И, безусловно, олимпийские хоккейные турниры это украшение соревнований. Здесь никакого нет лукавства, никакого преувеличения. Давайте посмотрим с вами, как же была заброшена эта шайба. Она отскочила от дужки ворот, зацепила нашего защитника и изменила направление. И вот под плечом да, от Немчинова. Бывает. Не повезло, не повезло. Я думаю, что раздроем сейчас среди Немчинов. Хотя, конечно же, по большому счету воли едут. Нет никакой его вины. На Нилманина записана эта шайба. Бросок, гол! Ну что же такое случилось с нашей командой? 3-2 в пины. До одной шайбы сократили отставание в счете. 3-2 Так хорошо начали на 59-й секунде. Павел Буре отличился. Вот финского хоккеиста. Финского хоккеиста. Если я не ошибаюсь, это Кима Ринтонин, 25-й номер. Да. Подача Яри Кури. Вот Кима Ринтонин. Это дебютант Олимпийских игр. Дебютант столь высокого турнира. Он из клуба ЦПС Турку. И это его первая заброшенная шайба на Олимпийских играх. И такая важная в таком важном матче. Успокоиться нашим надо ребятам сейчас успокоиться, прийти в себя и в то же время следить внимательно за соперником, потому что Финны сейчас на подъеме. Они на коне забросили две шайбы. две шайбы с игры. Вот как ситуация меняется. Как уж от холодной воды еще одна атака, еще один бросок. На этот раз на пути шайбы встает Михаил Штеленков. Я вижу, что видимо сейчас какие-то возможные перестановки в составе нашей команды. может быть и Владимир Юрзинов вместе со своими помощниками примет решение сыграть три пары защитников. Мы посмотрим. Валерий Бурет сейчас на площадке Немчилов и Кривокрасов. Штеленков неудачно выбросил шайбу Михаил, но она в средней зоне. 6.30 сыграли во втором периоде. Спокойный. Нужно спокойнее. И вот видите Кривокрасов за удар клюшкой соперника. Хорошо, что у того шлем на голове. А так бы мог как шашкой голову напополам разглубить Тиммонину досталось. Адите Кривокрасов ловится к шайбу, но по-моему удар был неумышленный так получилось, но получилось очень неудачно для нас. Две минуты. 13 минут 53 секунды сыграно во втором периоде второго полуфинального матча хоккейного олимпийского турнира. Главная редакция спортивных программ арены российского телевидения продолжает репортаж из олимпийского японского города Нагана. Три, два. Наши ребята выигрывают, очень здорово начали этот период на 59 секунде. Играя в меньшинстве, Муре забросил свою третью шайбу в матче третьей сборной России. И вот видите, все-таки выпустили селяне. Наигранная комбинация, также, примерно так же финны забросили шайбу шведам, и точно так же, точно так же они забросили нашим. Коеву, селяне, вот эта связка, которую нужно держать, безусловно, о этой связке говорил Владимир Юрзинов. Проигрываем период, проигрываем период 1-3. Дорого нам обходится удаление, вот Каспаратис падает, но что толку в этом? Передача на Коеву, посмотрите, как здорово финны разбрасывают, наши только летают, за шайбу, из перепасу, тема селяне. Может быть слишком близко прижали с воротом, может быть забыли про селяне, может быть забыли про эту связку, но она у нас у всех как-то вылетела из головы, еще по шайбе Дориус Каспаратис не попал, но как бы то ни было счет этого матча 3-3-3-3-3, и вот так радуется отец Тиему селяне. Да, все нужно начинать сначала, но совсем уже с другим настроением. Ну что ж, Тиему селяне забросил сегодня четвертую свою шайбу на этом хоккейном турнире. А интерес к соревнованиям хоккеистов огромный, и наверное вот впервые за долгие годы наши болельщики хоккея вспомнили ту атмосферу, которая была когда на Олимпийских играх участвовала сборная Советского Союза. Важнейшие, труднейшие, интересные матчи, непредсказуемые американцы выбывают из турнира. Команда Канады не может пробиться в главный финал. Наша сборная с великим трудом, с огромным трудом выигрывает у финнов, занимает первое место в своей группе. Но помните игру Россия-Чехия. 3-3. И у нас будете еще да, нам еще 53 секунды обороняться. Яшин и Буре. Но то, что Буре на площадке выходит, когда у нас удаленный игрок, я понимаю, и вы тоже думаете, понимаете, для того, чтобы Павел убежал. Вот скоростные качества уже приносили успех. Браток, а если бы сейчас Яшин сделал передачу на Федорова, скорее всего, все-таки Сергей не сказал последнего еще хорошего такого слова своем на Олимпийском турнире. Но вот то, что подписал контракт с Каролиной на очень большую сумму, на очень хорошую сумму для хоккеиста 38 миллионов хотят. Чужие деньги не принято считать, но в нашей стране это все-таки делают. Показывают нам капитана и ассистента капитана Павла Буре и Тимуселяне. Они сегодня одни из лучших, но Павел лучше, пока лучше, пока лучше. У него три заброшенные шайбы в этом матче. 3-0 выигрывали и 3-3. 2-0 выиграли первый период, выигрывали во втором 3-0 и пропустили три шайбы. И самое, наверное, обидное, что выпустили преимущество игровое, психологическое. Ух! Здорово сейчас подставлял шайбу, клюшку под шайбу. Герман Китов и контратака три финских игрока против двух защитников. Удаление. Все правильно. Все правильно. Это Линд, 19-й номер. Неверно атаковал Алексея Морозова. Да. Сто процентное нарушение правил. Ну вот я думаю, что даже если мы не разыграем этого лишнего игрока, что-то случилось, то главное, чтобы финны почувствовали наш напор, наше давление. Почему покинул площадку, что-то случилось с Янием Ни и Немаа. Сказать трудно, но отправился в раздевалку. Может быть, что-то с амуницией, может быть, что-то со здоровьем, но сам идет и без посторонней помощи, спокойно, уверенно. Как бы то ни было, 16-24. Две минуты сборная России будет играть в большинстве. Сегодня наши ребята разыграли уже лишнего. Это сделал как раз Павел Буре. он автор всех трех шайб. Жимнов выцарапал шайбу и она у наших ворот. Это Дмитрий Миронов. Каменский. У этого игрока прекрасный щелчок. Получше, чем, наверное, у защитника. Каменский как долго держит шайбу, но все сделал правильно. Вот теперь встали. Павел Буре занимает место рядом с вратарем. Каменский выбирает, кому сделать передачу, то ли сыграть через игрока обороны, а может быть, самому бросать передачу в угол площадки. На пятачке я вижу, что сейчас находится Миронов. Бросок! Где шайба? Гол! Гол! Шайба влетает в ворота. Ну вот, видите, ее потеряли все, кроме игроков сборной России. Она выскочила. Это вот уже группа поддержки супруги и жены наших хоккеистов. Переживают, волнуются. 4-3. Наши разыграли лишнего игрока. Второго лишнего разыграли. Давайте посмотрим, кто же забросил эту шайбу. Мощнейший бросок. Все потеряли шайбу из виду, кроме Жемнова. Кроме Жемнова, который забросил, единственный хоккеист, который забросил, благодаря его помощи, Заминика Гашика два раза распечатали. У него второй гол на турнире, у Алексея Жемнова. Московский Динамовец как раз становился чемпионом Содружества Независимых Государств под руководством Владимира Юрзинова. И он выводит нашу команду вперед. 4-3. Интереснейший матч. Сложный. Я думаю, что скорее всего, на этом заброшенные шайбы не закончились. Яшин рвется к воротам. Ну, мы должны сказать еще и хорошие слова в адрес Алексея Житника, 44-го номера. Это он сделал такой мощный бросок, что шайба превратилась в невидимку. Селяне. Опять Селяне. Неугомонные Селяне. После первой игры Юрзинов пошутил, что когда Хану Аравирте вот сделал эту тройку Селяне Коеву легкими, то ему пришлось закрывать глаза. Нет. Без свистка. Нашим ребятам сейчас бы не увлечься выяснением отношений с финами. Оставили одного на пятачке. Бросок. Еще один бросок. Мимо. Слишком прижимаются наши ребята к воротам. Все падают. Безусловно, огромное желание помочь Михаилу Шталенкову. Но, наверное, для него лучшая помощь это когда поплотнее защитники будут играть со своими подопечными. а не гадать, повезет или не повезет. Пошла последняя минута второго периода. 4-3. Наша команда выигрывает. И победитель этой пары выходит на команду Чехии, которая ждет уже своего соперника в финале 18-х зимних олимпийских игр. Курия. Средняя зона шайба. 5 Курия. Именно Яри Курия дважды выиграл в браслении для финнов в четвертьфинальном матче с командой Швеции. Бросок. Очень сложный и очень интересный период заканчивается. Наша команда выигрывает. Выигрывает 4-3. И победным счетом мы уходим на перерыв. Итак, 3 минуты 22 секунды сыграно в третьем периоде полуфинального матча Россия-Финляндия 4-3. Наша команда выигрывает. Сейчас важный момент. Важный момент. Кто же забросит шайбу? Если мы уйдем в отрыв в два гола, решать станет легче. Если Фина сравняет счет, ой, как будет тяжело. Команда насырная, трудолюбивая, которая рвется, стремится в финал Олимпийских игр. Яшин сделал передачу партнерам Алексея. Житник На всякий случай мюллет голки притворной Финляндии решил отразить эту шайбу. Мягкая передача была, но никого здесь нет. Алексей Морозов остановил сейчас шайбу Михаил Шталенков. И Владимир Юрзинов ищет. Все время ищет какие-то ходы, все время подсказывает нашим ребятам. Это Эсэ Тикканин я уже представлял неоднократно этого хоккеиста из Флориды, Флориды Пантер. Он из Эдмонтон Уэллерс выигрывал Кубок Стэнли из Нью-Йорк Рэнджерс. Тики его прозвище так его зовут партнеры Хану Аравирта. Вбрасывание сейчас будет в зоне команды Суоми в зоне сборной Финляндии. Капитан Саку Коеву будет бороться за шайбу и Сергей Немчинов. Застряла шайба между ног защитника, между коньков защитника на пятачке. Федоров Все-таки спины вывели с шайбы в среднюю зону, но она уже у наших ребят. Юля. Никого нет у нашей команды сейчас на пятачке. Технично. Еще раз технично. Это Валерий Каминский. Селяне. Бросок. Валл. 4-4. Ну вот видите все-таки тему Селяне и Коеву сделали свое черное дело для сборной России. Техничные игроки настроены на гол, на победу, на игру. Вот сколько неприятностей доставила нам эта тройка. Селяне Коеву легче, Немчин. Пусаров. Его обходит тему Селяне. Выбивает шайбу Михаил Шталенков, но выбивает недалеко и прямо на клюшку Саку Коеву, капитану сборной Финляндии. Бросал под неудобную руку для вратарей, в которой находится клюшка, в которой находится вот этот щит, блин для отражения шайб и попал в самый угол, как молния черная сверкнула. 4-4, 4-4. Глубокинальном матче Россия-Финляндия. Наши убегают, финны все время догоняют и сравнивают счет. Саку Коеву, он из Монреаль, Канаде, 23 года, чемпион мира 95-го года, участник Олимпийских игр. Смотрим, вот видите, потерял шайбу Гусаров и Михаил Шталенков дотянулся до нее, только кончиком клюшки. Вот если бы попытался отбить ее не перед собой, а в сторону, хорошие дриблинг, они хорошо стоят на коньках и Буре, его еще один выход, бросок нет, уже сейчас Валерию было очень тяжело, потому что сразу два защитника его догоняли на шайбе наши хоккеисты и, к сожалению, теряет ее Валерий Каменский, теряет из вида, сейчас пошел уже открытый хоккей, атака на атаку, Федоров, нельзя пускать, нельзя пускать к воротам ни в коем случае, уже в третьем периоде шайбу пропустили так, можно входить в зону, Миронов, бросок, Федоров, нет, Ярма Мюллет невысокого роста, хорошей координации, сложился, накрыл шайбу и не хочет ее отпускать, так нежно, как бабочку с очком, накрыл и ждет, чтобы она не улетела, чтобы рассмотреть ее, да, смотрим, еще один шанс Павло Буре, хорошая скорость, но с неудобной руки он выходил на ворота, видите, перед ним два защитника, вот, еще раз смотрим, да, так пытался хитрым, таким коварным броском, подковырнуть шайбу, как утюлочкой загнать ворота, не получилось у Павла, ну, может быть, это и хорошо, вот в этом моменте, что, потому что момент был, такой скользкий, хотя, конечно, хорошо, в такой степени, и гол, неожиданный гол, 5-4, 5-4, наши ребята выигрывают, сборная России выигрывает, 5-4, ну, что ж, такие шайбы засчитываются, такие шайбы, идут в актив команду, и они могут сломать самертика, давайте смотрим, мы выигрываем сбрасывание, отлетает шайба, и попадает в ворота, нужно еще раз посмотреть, что же там произошло, конек, и от конька в ворота, кто-то плачет, даже уже, ну, девушки, дорогие, не плачьте, это еще только полуфинал, а впереди финал, что ж, там тогда будет, нужно потерпеть немножко, ребятам нашим, нужно потерпеть, Андрей Коваленко, он автор заброшенной шайбы, ну, что ж, видите, этому игроку сегодня не везло, и удачное было столкновение, в первом периоде, соперник был так, проблемой были, по-моему, травма была небольшая, и Коеву, нет, это Фелянин, и Коеву, тут как тут, все внимание, нужно за этой тройкой, все, максимум бдительности, 5-4, наши ребята опять впереди, но, это еще не окончание полуфинала, может быть, главные события, еще матчи впереди, 9 заброшенных шайб, Коеву, такой прекрасный дриблинг, такое хорошее катание у этого игрока, за защитниками нужно приглядывать, за защитниками финской команды, туре, туре, ассайд, в бдюне соперника был наш игрок, старец Каспарайтис, на ваших экранах, он как раз наступал за Московское Динамо, тоже воспитанник Юрзинова, Селяни и Каспарайтис, оба на льду, и даже лёжа продолжает борьбу, и даже лёжа продолжает борьбу, всё время контролируют, где же восьмой номер, чтобы был рядом, и мы показали свой уже бойцовский характер, проигрывали 0-3, сравняли счёт, не надо прижиматься нашим ребятам к воротам, Буре, младший, на противоположный план переводил шайбу, на Игоря Кравчука, и пропустили, только бросаться не нужно защитникам, и игрокам нападения в этой ситуации, потому что Кина очень часто меняет направление, очень хорошо катаются на коньках, и сменить темп, сменить направление на скорости для них, как мы видим, иногда большого труда не составляют, Тихонин, Каменский, кто-то поторопился из наших партнёров Валерия, на этом олимпийском турнире присутствует его супруга и сын, как раз вот в майке под 13 номером, 8 минут 47 секунд сыграно в третьем периоде полуфинального матча Россия-Финляндия, 5-4 наши ребята выигрывают, Алексей Ковалёв стал автором, на него записана пятая шайба российской сборной в этой игре, а вот на ваших экранах хоккеист, который ещё отличился, это Алексей Жемнов и хэд-трик у капитана сборной России Павла Бурену, тоже команда Финляндии, она не опускает руки, она не опускает плюшки, она не сдаётся, она борется, и я думаю, вы согласитесь со мной, что дарит нашим любителям. Очень интересный хоккей, интересную интригу. Это Тихонин. По-моему, у меня даже глаза в разнобой теперь моргают. Хороший, действительно, хороший хоккейт, ничего не скажешь, и что-то от артиста у него есть, видите, два десятых номера сошлись. Вспоминаю 1994 год, когда Ванкувер Кеннекс играл с Детройт, но, простите, конечно же, с Нью-Йорк Рэнджерс, и вот как раз Павел Бурея, Сатиконин были в составах команд Ванкувер Кеннекс и Нью-Йорк Рэнджерс. Теперь встретились на Олимпийских играх, но в чемпионате они встречаются постоянно. Теляне не спешат его брать наши защитники. Слишком надеются, наши ребята, наверное, на то, что вот так вот блокируют, помогут на сто процентов своему вратарю. Порой мешают. Приходится Сергею Педрую просто выбрасывать шайбу из зоны, чтобы сделать смену. Селяне Коева-Лехтинен сейчас играют уже с другой парой защитников. Ну, понятно, эта тройка результативная, это тройка самая опасная. Эта тройка может изменить код матча. В этой тройке каждый может забросить. Селяне Коева уже свое слово сказали. Полетели клюшки. И арбитр тут не кстати оказался. Кари Фрэзер. Как здесь можно прокомментировать Уилли Пелтона на прекрасные действия? Не поймал шайбу Валерий Буре. Обидно. Но, правда, защитник шел практически с параллельным курсом. Рене Фазл президент Международной Федерации Хоккея. Наверное, это его сын, судя по всему. На первом матче присутствовал комиссионер Национальной Хоккейной Лиги Гарри Бэтмен. Боб Гадунау президент Союза игроков НХЛ и Рене Фазл. Ну вот, из этого треугольника, из этой большой тройки остался только президент Международной Федерации Хоккея. Я напомню вам, что чемпионат мира 2000 года пройдет в нашей стране в Санкт-Петербурге и в Ярославле. Очень короткий план у Владимира Юрзинова, но очень красноречивый тренер Федоров. Получилось сейчас у себя защитника с шайбой наш игрок. Здорово сейчас, очень здорово сыграли наши ребята, 55-й номер сборной России. Это Гончар, он увидел, что Сергей Немчинов находится на пятачке, туда отрисовал и шайба, чтобы изменил направление партнера. В общем-то, это получилось. не уехал сейчас Валерия Каминского. Тиканин. Понял, что только такое продолжение может быть у этой атаки. Гончар. Можно играть. Челяне. Бросок. Ох, какой неудобный бросок в противоход Михаилу Шталенкову. Все уже застыли. Может быть выход два против одного Павел Гурас с шайбой. Партнер, передача. Не попадает, не попадает Валерий Каменский по шайбе. Передачу Павел должен был делать воздухом. Вынужден, потому что защитник положил клюшку на лед. Другой пав перехватывался, но не попал по шайбе Валерий Каменский, к сожалению. Остановлена встреча и удаление сборной России. Да. Все мусиляне получают травму за удар локтем. Обидно. Алексей Гусаров удален. Вот так пропустил Теляния и в догонку ему Алексей Гусаров из клубов Колорадо Олимпийский чемпион еще 1988 года Каудери трехкратный чемпион мира в 1986 году в Москве выиграл позывание. Смотрим повтор опасного момента в исполнении темы Теляния. Как хитро сыграл и в противоход. Михаил Штеленков уже полетел в ближний угол А Теляния в дальний низом попади в шайбу в створ ворот кто бы сказал какой счет. А так 5-4 5-4 наши ребята выиграют 12 минут и 1 секунда сыграно в третьем периоде полуфинального матча Россия Финляндия 5-4 в пользу подопечных Владимира Юрзинова и 2 минуты мы будем играть без Сергея а без Алексея Гусарова это значит четвером. Ну что-то сказал такое от души Борис Миронов своему оппоненту и рассказал что может сделать. Тритор Васильевич Тихонов наш известнейший тренер как раз вот в последний раз в Альбервилле выиграли золотые медали под его руководством сборные Содружества Несоветимых Государств Финус шайбы проток нет шайба не попадает к нашему счастью не попадает в ворота Ярик Кури на площадке вот он с шайбой 17 номер самый великий хоккеет в Финляндии как его называют и не дрогнул сейчас Яшин Яшин Миронов Федоров и Буре такая необычная четверка один защитник и три игрока которые могут убежать но видимо Владимир Юрзинов сделал вот эту спорную солянку не случайно специально для того чтобы сыграть на контратаке нет вы знаете что-то сейчас невероятное произошло наверное будет повтор тогда мы поймем что же здесь было очевидно во что невероятное по-моему часами себе гол не привезли 39 секунд 38 остается играть на меньшинстве по-прежнему Алексей Гусаров удален Ниминин сделал не точную передачу можно не торопиться вот здесь Пиканин еще 5 секунд с меньшим следом играть шайба в нашей зоне все Сухаров партнер от него передача нет нет шайба не попадает в ворота и ее накрывает Ярма Мюллис Малыш Ярма Мюллис 175 см 77 кг основной вратарь сборной Финляндии вот передача на пятачок и контратака Алексей Гусаров отсидевший 2 минуты штрафа сделал передачу безусловно это был пас на Алексея Жемнова шайба не попала в плюшку а в конек у нашего игрока вот скамейка запасных команды Финляндии это капитан Сомик так Коеву отличился в сегодняшнем матче сравнял счет 4-4 после его броска ему так натирали тщательно готовили шлем 18 бросков по нашим воротам и 31 бросок по воротам Ярма Мюллеса это Михаил Шталенков 4 пропущенных шайбы его коллега Ярма Мюллес 5 голов и Алексей Яшин Купинов очень хорошая сыгранная боевая команда команда которая не ломается команда которая продолжает играть и расслабляться нашим ребятам ни в коем случае нельзя Федорову не дали убежать и не доходит шайба Андрея Коваленко неточная передача сразу смотрю на главного судья сегодняшней встречи канадца Кэри Фрезера он не поднял руку значит удаления не будет время бежит мягкий такой бросок на вес защитника на наш пятачок и шайба миновала всех АКП Триберг защитник хороший такой активный агрессивный защитник команды Финляндии он сейчас сделал передачу так так на всякий случай навалиться нужно и взять свою перчатку шайба у воротаря я думаю что не нужно нашим парням связываться в обмен ударами как говорят в боксе Фины должны выигрывать они проигрывают нельзя конечно же уходить в глухую оборону но попытаться поймать Финов на контратаке это очень и очень реально Алексей Житник был на ваших экранах Юха Линд Линд и Житник Житник потерял перчатку клюшку но все подобрал и соперника не опустил 44 номер нашей команды Алексей Житник из Баффало Сейбор начинал в Киевском Соколе в ЦСКА продолжал свою карьеру в 92 году играл в Лос-Анджелесе в 93 году как раз вот дошел королями из Лос-Анджелеса до финала в Монреаль Канадиан тогда встречались и как вы помните не выиграли убежит Муре убегает его цепляет но Павел убегает и далеко чуть-чуть далеко отпускает шайбу но она попадает в ворота к огромной радости наших болельщиков счет становится 6-4 после броска Павла Буре счет становится 6-4 6-4 наши ребята выигрывают в полуфинальном матче но еще еще играть 4 минуты и 2 секунды но уже дышать стало легче справа Павел это четвертый гол его третий выход 1 на 1 защитник не рискнул сыграть на удалении может быть зря как здорово как здорово дриблингом обманул развел вратаря Павел Буре посмотрите мягким мягким движением убрало между щенками на противоходе видите Павел даже в полу борьбы он не может успокоиться так же как и оператор который показывает сегодняшнюю встречу все волнуются все переживают ну предыдущая игра Канада Чехия тоже была очень интересной тоже очень драматичной и дело дошло даже до булитов но вот здесь больше заброшенных шайб а болельщик болельщик конечно же идет на хоккей для того чтобы посмотреть голы Павел Буре Павел Буре отмечился в футболной России вот наши российские болельщики уже стандируют Буре Буре Тиканин сейчас вот самое главное здесь нужно в обороне повнимательнее сыграть потому что печальный опыт сегодняшней встречи мы уже имеем 3-0 выигрывали и 3-3 Федоров Федоров нет не получился бросок защитник рядом был на чеку увидел эту передачу помешал арбитр не будет давать свисток вот эти полуфинальные матчи я думаю что финальные будут обслуживать судей Национальной Хоккейной Лиги судей Международной Хоккейной Федерации и они очень не любят давать быстрые свистки когда игроки борются за шайбу возле борта бросок упал на колени Михаил Шталенков потому что не видел шайбу хотел как можно большей площади ворот закрыть еще один тестевой бросок видел сейчас финский хоккеист я не инима что перед Михаилом Шталенковым находится его игрок находится у нас защитник поэтому бросал клюшка здесь не кстати в нашей зоне Буре пошли ох какой момент выбить нужно просто выбить шайбу выбросить из зоны здесь нет ничего зазорного Валерий Каменский борется за шайбу он остается в нашей зоне пошла уже меньше двух минут остается да было объявление с идти чистого времени что остается меньше двух минут и вбрасывание вбрасывание в средней зоне вот можно перевести дух успокоиться и будет смена нет Владимир Юрзинов что-то внимательно объясняет 9 бросков у Павла Буре ни одной результативной передачи но 4 заброшенных шайбы 4 3 выхода один на один реализовал только один не использовал посмотрите как мягко не сильно но четко технично даже Каменский с Жемновым его они смогли поймать вот подсказывает мне Николай Попов здесь очень много находится я уже говорил о том что представители главной редакции спортивных программ арена российского телевидения которые болеют переживают и Владимир Иваницкий и Геннадий Орлов и Константин Суриков чем много-много находится здесь наших ребят вот практически негде нам сидеть мы так обступили эту небольшую комментаторскую позицию потому что все очень и очень сильно переживают за фигистом сборной России Николай Попов мне подсказывает что осталось ровно 100 секунд до окончания полуфинала и то что мы становимся вот такими невольными свидетелями схем Владимира Юрзинова и их видят наши соперники я думаю что это ничего не значит потому что так просто не подслушав этого не понять наверное наверное Кины постараются сейчас перевести шайбу в нашу зону постараются дело довести до вбрасывания и тогда с ним и тратаря да по этим рисункам действительно трудно о чем-либо догадаться на всякий случай наверное Владимир Юрзинов все перечеркнул перед началом этого турнира я спросил Владимира Владимировича как он будет стоять перед игроками или за спиной потому что у каждого наставника есть свои традиции есть свои принципы он говорит даже не знаю где стоит я на сбоку встану он по-моему так действительно и стоит но чаще все-таки перед игроками как привык я все время посматриваю на Ярма Мюллеса а он все время делает попытки уйти на скамейку запасных у него этого не получается потому что шайба еще не зафиксирована в нашей зоне да вот Ярма Мюллес рванул своим партнерам и вышел шестой полевой игрок это Эссо Тикканен нет можно играть показывают судьи и нас обрадовали сбрасывание ему будет в нашей зоне партнерской команды пусты пошла последняя минута полуфинального матча России и Финляндии 6-4 выигрываем никто не может попасть по шайбе и шайба не попадает в ворота это Ярм Мюллес сильно нарывался да так рвался что ворота сдвинуты тут Миронов разговаривает с судьей что он здесь ни при чем ну и действительно ни при чем это Дмитрий Миронов 19-13 19-13 еще 47 секунд до окончания полуфинального матча и сборная России может стать соперником команды Чехии которая сегодня обыграла сборную Канады кого-то подзывает Владимир Юрзинов для того чтобы еще раз что-то объяснить вот эти минуты сейчас самые важные да по-прежнему в воротах нет финского галкипера Ярма Мюллеса по-прежнему 6 полевых игроков против пятерки россиян и Михаила Штеленкова вот нам показывают вратаря сборной Суоми он конечно же отдал все силы он конечно же переживает он если бы мог безусловно находился бы на площадке но так сложилась ситуация выбрасывается шайба из зоны она летит в ворота и не попадает а так бы я думаю все вопросы были сняты однако они еще остаются еще есть время у финнов Сикканин не решился на бросок Алексей Яшин нет еще все-таки осталось осталось совсем немного времени вспоминаю матч Финляндия в Швеции когда швены за 2 секунды могли даже могли сравнять счет 1-2 они проиграли 14 секунд до финальной серии 14 секунд 6-4 выигрываем самые такие затяжные вот эти секунды самые долгие это Валерий Каменский разбита бровь у него какие-то в общем-то к таким вещам не привыкать ну вот видите на площадке вместе Валерий Буре и Сергей Федоров наша в общем-то неосуществившаяся тройка неосуществившаяся мечта Виктора Тихонова который находится здесь все время внимательно что-то записывает это мама двух Буре и Павел автор 4 заброшенных шайб все все встали уже наши ребята на скамейку не садятся все ждут все волнуются все там все в игре все на площадке а на площадке наша пятерка и Михаил Штеленков и 6 хоккеистов сборной Финляндии Яшин шайба вдоль борта Буре бросает поворот и гол ну вы знаете сегодня день Буре это точно это точно за 5 секунд до окончания этой игры Валерий Буре я думаю праздравит сейчас своего брата потому что Павел забросил пятую шайбу в этом матче и нашу седьмую в игре 7-4 7-4 сборная России выигрывает ну смотрим повтор я думаю что Павел специально взял паузу он не стал делать передачу не стал просто выбрасывать шайбу из зоны направил четко в ворота и все все и реакция наших хоккеистов все гол гол 7-4 показывает нам реакцию мамы 4 заброшенных шайбы и вот седьмая не выход один на один но очень важная она собственно и наверное все решила кто же сильнее кто же сильнее в полуфинале Россия или Финляндия сборная России выигрывает выигрывает этот матч и выходит в финал выходит в финал олимпийского турнира что сейчас говорится на душе у Владимира Владимировича Юрдинова наверное сложно передать словами но давайте не будем забывать впереди впереди еще главный матч это только шаг к победе впереди еще борьба впереди еще сложнейшая игра за золотые медали только наши ребята смогли забросить две шайбы в ворота Доминика Гашика лучшего вратаря на этом турнире одного из лучших лучшего вратаря в мире одного из лучших и лучшего вратаря точнее одного из лучших национальной хоккейной лиги потому что есть еще наши голкиперы Андрей Трифилов и Михаил Штеленков и от их успеха будет зависеть очень много расстроенные обессиленные наверное и папа Тиему Селяни и сам Тиему Селяни вот по традиции по традиции которая идет от матча международной хоккейной федерации игроки после каждой игры пожимают друг друга руки в НХЛ такого нет только после финального матча заключительного победного матча розыгрыша Кубка Стэнли и безусловно героем сегодняшней встречи стал капитан сборной России Павел Буре ну Валерий был героем когда распечатал Доминика Гашика и тогда я спросил у него что ему сказал Павел он говорит наверное поздравит я просто уверен что сейчас Валерий скажет очень хорошие слова в адрес своего старшего брата который сегодня так много сделал для нашей победы для победы сборной России в полуфинальном матче над командой Финляндии я поздравляю с этим успехом всех вас уважаемые болельщики уважаемые россияне огромное вам спасибо что вы оставались с нами это была последняя трансляция хоккейного олимпийского турнира на российском канале но впереди еще еще два дня олимпийских игр оставайтесь с нами оставайтесь с нами